Субтитры делал DimaTorzok Да, у меня была ошибка. При построении линии я делил на i. На самом деле на i надо было нажать, а делить надо было еще на итерацию. Тогда это было бы нормально. То есть я делил действительно на куски и брал определенную часть этих кусков. Это я тоже поправлю. Я не тестировал боевой алгоритм на данной локации. Но, по крайней мере, самая сложная часть для меня, которая мне касалась, я ее вроде как выполнил. Здесь все только именно от боевого алгоритма будет зависеть. Но поэтому я решил уже начать снимать. Это боевой алгоритм. Просто будем тестировать, смотреть, может быть, что-то будем подкручивать. Но тот косяк надо точно, конечно, поправить. Так, поехали. Очередное приземление. И вот здесь подлость вообще. На самом деле, со стороны разработчиков так делать. Ну, понятно, что вот здесь они не программирование уже преследовали. Вот именно не цель программирования. Здесь было больше исследования, как это выживание, может быть. Использование ресурсов. Коих здесь на самом-то деле в избытке, если грамотно ими распоряжаться. Но когда вы первый раз попадаете сюда, вы не знаете, что вас ждет вообще. Вы можете построить станцию роботов, но без нее никуда здесь. Этот план, ну, просто невозможно выполнить, потому что боевых роботов на карте нет. То есть сейчас у нас вообще, в принципе, никого нет. Вот. Боевых роботов здесь нет, поэтому строить их нужно. Конвертер. Его можно не строить. Он есть на локации. Кстати, да, вот здесь уже виднеются некоторые здания. Если хорошенько покрутить и посмотреть, вот у нас есть атомный завод. Вот так вот здесь его видно. И конвертер. Он тоже где-то рядом. Так, с какой он стороны? Так, он где-то вот тут. Вот он. Да, вот. Вот он конвертер. То есть его можно не строить. Он есть. И, ну, в теории можно обойтись и без него. Тут потому что есть титановые слитки. Они просто спрятаны. То есть робот радаром их не видит. То есть здесь, в принципе, спрятано все, кроме... У конвертера там руда. Есть нормально. А у атомной станции... Где ты? Атомная станция. Так. Ну, покажись. У нее рядом урановые идут куски. Куски урановой руды. Они тоже видны. Все остальное не видно. То есть здесь все абсолютно спрятано. Ну, руины, кстати, да. От них можно отталкиваться. То есть в некоторых местах я буду делать нормально. Вот. Так, что еще? Радар. Это обязательная часть задания. То есть нам это нужно будет сделать. Ремонтный пункт я сделаю. Потому что я буду пользоваться только одним роботом. Поэтому ремонтный пункт обязателен. Ну, пост. Без него всегда можно обойтись. Защитную башню делать нет смысла абсолютно. И завод атомных батарей тоже делать не будем. Потому что он так есть. Ну, нет смысла его делать. Потому что, тем более, первая часть задания нужно будет именно создать себе атомную батарею. И делать для этого вот эти все переходы, когда у вас энергии мало, повсюду разбросаны батареи, которые надо искать, смотреть. У них еще разный уровень заряда. В общем, ну, так себе задачка. То есть, по сути, все, что нам нужно будет построить. Завод ботов, радарную станцию, ремонтный пункт и все. То есть, три. Если три куска будет, плюс еще робот четыре. Четыре куска, а там они есть. Следовательно, нам конвертер-то даже не понадобится. Так, ладно, давайте посмотрим вообще, что от нас требуется. А то я уже рассказал, что мы будем делать частично. Итак, постройте радар на одной из самых высоких доступных точек и проследите за тем, чтобы никакому организму не удалось уничтожить ее после того, как вы уйдете. Это бред, на самом деле. Радар строится вообще в любой точке. Абсолютно везде. Это принимается. То есть, не надо здесь строить алгоритм гряда и смотреть, где какая высота. Нет, это не надо. Что значит проследите за тем, чтобы никакому организму не удалось уничтожить ее? Нет, не надо строить башню. То есть, вот вроде она здесь показана. Зарядить ее надо? Нет. В любом случае, энергия у нее рано или поздно закончится. Что нужно сделать? Надо убить всех. Вот и все. То есть, когда вы всех уничтожаете, у вас все прекрасно. Следовательно, вы выполнили задачу. То есть, нужно построить радар, нужно всех убить. Все. Причиной уничтожения предыдущего радара, установленной на первой экспедиции, могла быть неполадка в системе связи, что привело к потере объекта. Ну, как бы неполадка не уничтожает объект. Уничтожает объект какие-то другие вещи. Ну, понятно, он мог сгореть или еще что-нибудь. Так. Ну, все. Здесь больше ничего и нет. Стандартная такая вещь. Титановая руда есть, урановая руда есть. Все. Это нас интересует больше всего. Из этого всего нам понадобится только урановая руда. И то один кусочек. Все остальное не понадобится. И то мы ее обнаглеем, мы его заберем просто так. Там ползает муравей. Ну, мы сейчас все это увидим. Я покажу те ресурсы, которые, ну, по крайней мере, я облазил вроде всю карту. Вроде нашел основные их части. Так, в подпочве ничего нет. Ну, да, это действительно так. Опасности муравьи. Пауки тоже здесь есть, да. Непрямая. Ну, и руины. Не скажу, что они многочисленные. Для этого нам, конечно, ничего не дали. Итак, давайте тогда исследовать, собственно, локацию. В таком виде найти какие-то объекты будет попроще. Вот отсюда хорошо виден конвертер. Да, вот он. И видно там куски титановой руды. Так, отсюда... Вот в таком виде уже не видно станцию. Атомную. А вот так вот ее видно. Так, ладно, давайте начнем с левой стороны. Вот это вот все я уменьшу масштаб. Чтобы было видно, я буду отмечать флагами те или иные ресурсы и опасности. Так, все, полетели. Так, немножко ускоримся. Начну я, на самом деле, снизу. Вот эту долину. Это долина опасности. Поэтому сразу вот так вот я сделаю и флаг поставлю сюда. На самом деле можно вот просто пролететь сейчас над пауками и просто их взорвать. Они сами взрываются. И все. На этом как бы они проблемы не вызывают. Вот казалось бы, что вот это локация. Кстати, да, здесь вот есть одинокие. Я их не буду как-то отмечать. То есть все равно робот у нас будет этим заниматься. Я буду отмечать тех, которые мне... Вещи, которые мне действительно могут понадобиться или не понадобиться. Я покажу всех спрятанных роботов. Вот, по-моему, вот этого робота я использовал для спидрана. Потому что, ну, как бы код-то надо написать, а его можно написать только в роботе. Итак, это первый бот. И он находится недалеко от конвертера. И, в принципе, скорее всего, если вы проходите это самостоятельно, вы найдете его, наверное, раньше. Потому что конвертер очень хорошо просматривается. И в этой зоне, как бы, это ближайший робот. Вот у нас здесь куча руды. И, как видите, она не спрятана. То есть, иначе она бы появлялась как активный объект. Все. Далее. Какой робот у нас находится еще здесь, неподалеку? Он находится примерно вот здесь, вот в этой локации. Да, здесь есть какие-то руины. Где-то, где-то здесь он. Вот в этой части находится. Здесь иногда очень сложно сориентироваться. Он может просто быть где-то за углом. Нет, это не робот, который мне нужен. Так, ага, вот он. Нет, это другой. Есть еще один. Так, еще один робот, который, оказывается, где-то вот здесь. Вот он, я помню, что где-то вот тут вот на карте. Я его себе отмечал. Так, давайте я пролечу вот здесь. И где-то, где-то он должен быть. Вот он. В кустах притаился. Я всех покажу. То есть здесь всего на локации 5 роботов. И все это летающие грабберы. То есть пользы от них как бы немного. Что здесь помимо этого есть? Вот здесь, вот в этой долинке. У нас есть... Так, так, так. Где-то, где-то, где-то здесь. Вот тут были батареи, которые я находил. Ага, вот они. Вот у нас есть батареи. Причем, видите, они разного заряда. Поэтому здесь очень важно понимать, когда вы ищете батарею, то какого она заряда. И вот с этим всем нужно будет работать с конвертером. Но я не буду этим заниматься. Так, давайте мы зеленым флажком это обозначим. Все, здесь у нас энергия. Далее, что еще здесь у нас имеется? В левой части больше ничего прям такого существенного, кардинального я не нашел. Поэтому летим в правую часть. А в первую очередь вот в эту долину. Которая у меня находится вот здесь на карте. Вот она. И это опасная долина. Сразу же красный свет. Готовим. Здесь у нас куча муравьев. Причем их действительно много. Отметим ее эту локацию. Так, но нас больше всего интересует вот эта вот вещь. Вот она. Самая-самая важная. Самая-самая нужная. Вот. Она будет тащить нас все. Рядом с ней прям идеально находится... Нет, не муравей, который здесь защищает вот это. Здесь у нас будет урановая руда. Опять же, просто я-то понимаю, где она находится. Это чтобы было видно по карте, чтобы мы могли хоть какое-то планирование сделать. Все, в принципе, он эту станцию не видит и в ближайшем радиусе тоже ничего не замечает. Поэтому мы можем здесь активно что-то делать. Эти тоже достаточно далеко, то есть зона безопасная. Единственное, если вы пользуетесь быстрыми сохранениями и загрузками, спустя какое-то время есть средства того, что да, какие-то пути начнут пересекаться, но об этом я уже и так рассказывал. Так, что у нас есть еще? У нас осталось еще два бота. То есть вот три мы нашли в этой половине, сейчас вот в этой половине мы найдем остальных. Так, один у нас находится... Давайте начнем снизу. Вот где-то вот в этой долине он находится. Так, ну или по пути, наверное, захватим. Наверное, давайте захватим. Итак, вот у нас три титановых слитка. А, даже не три, даже пять целых. Так что вот, как я говорил, титана у нас более чем достаточно, и конвертер нам может не понадобиться. Далее отсюда можно заметить еще... Так, стоп, давайте это тоже отметим. Так, титан. Титан у нас серый, конечно, но давайте вот голубых кровей. То есть у нас будет титан. Далее вот там была энергия у нас... А, вот, кстати, да, бот рядом с ним. И он у меня будет главным ведущим ботом. Он ближе всего расположен. Я пробовал прилететь сюда, сделать атомную батарею, и на последних остатках энергии он это сделал. У меня там буквально 8... Ой, 2000-х осталось энергии в его батарее. Но есть риск, что при каком-то запуске это не получится. Поэтому первое, куда мы полетим, это за энергией. Так, почему-то я не туда полетел. Я же видел ее вот здесь. Вот она. Вот у нас энергия. Вот. Собственно, здесь у нас энергия. И с этим мы будем работать. Здесь есть хорошая батарея, но она не ближайшая. Это значит, что нам нужно будет найти алгоритм поиска ближайшей. Здесь есть руины, которые я возьму за основу. То есть я их найду, и вокруг них поищу все батареи, и по ним просто пробегусь по заряду. И все. Найду самую лучшую батарею и заперу ее. Она здесь одна. Можно, конечно, сделать еще и по дистанции, которая из них поближе. Но в данном случае в этом нет никакой необходимости. Здесь даже просто на глаз видно. Да, можете сказать, что было бы неплохо. Робот сам все там высчитывал, как-то продумывал. Но я буду идти простым путем. Моя задача сделать так, чтобы это просто прошлось. Поэтому я не буду этим заниматься. Вы, конечно, вольны сделать это как хотите. Сделать прямо робот, чтобы все думал. Я не хочу усложнять себе задачу. Благо это и так непросто. То есть сейчас я сделал так, что у меня все объекты, которыми я буду взаимодействовать, я их подсветил. Значит, обычный радар у меня с ними справится. И решать миссию, проходить миссию я буду постепенно именно в этом варианте. В дальнейшем я перепишу ее на свой радар, который будет использовать Red Object. Как бы мне там не писали, что как бы это не нормально. Но, на мой взгляд, это бред прятать объекты от радара робота. Я понимаю человека. Но вот радар, по идее, видеть их должен. Ну, либо хотя бы в каком-то ограниченном объеме построить радар, видишь все. Ну, как бы вот так. То есть в определенном радиусе он должен видеть. Что ему мешает? Ну да, пусть он даже энергию тратит на это. И даже можно было бы сделать радиус радара. То есть, насколько я хочу. То есть я его расширяю, но у нас же есть, допустим, шилдер, который защищает у нас. Ладно, вдруг кто-то не в курсе. Хотя я даже не знаю. Есть у нас такие. Вот у нас есть такая вещь, как шилдер. Вот. У него радиус есть определенный. И чем больше этот радиус, команда шилд, она, соответственно, будет больше тратить энергии. И здесь также. Я вот хочу просканировать в этом радиусе. Окей, я просто больше энергии потрачу. У меня батарея тоже будет от этого зависеть. И все. Там, Search, вот эти все команды, они будут просто тратить энергию. Это бы, на мой взгляд, было бы намного лучше, чем просто вот это вот все прятать. То есть для человека, да. Человек этого всего не видит. И для него это действительно загадка. То есть вот человек действительно на карте вообще ничего не должен видеть. Вот это вот всего он не должен видеть. Но робот-то. У него сканер есть. Почему он в одной системе работает, а в другой нет? Да, электромагнитное поле можно еще куда-нибудь влепить. Здесь-то ведь его нет, про него ни слова не сказано. В общем, на мой взгляд, это очень странное решение прятать объекты. Так, здесь у нас остатки этого завода. Но я даже на самом деле не совсем понимаю, как они его здесь построили. Хотя нет, вроде нормально. Мне, в общем, показалось, что это наклонная поверхность. А ему требуется очень много места. Так, ну в общем-то, задача у нас какая? Теперь, то есть какой план у меня есть? Надежный, как швейцарские часы, на мой взгляд. Я беру вот этого робота. Ну, технически вот этот робот тоже вполне в состоянии справиться. Потому что здесь у нас, у данного флага... Так, куда я смотрю? Ну как, мы же можем путешествовать по карте, да? Только без карты я сейчас уже ничего не вижу. Да, момент исследования, в общем, не очень у меня сейчас получается. Так, ну я помню, что где-то в этом районе. Плохо ориентируемся. Нет, я уже не туда пошел. Ладно. Ну, хотя, по идее, вот здесь оно должно быть, а я просто не туда пошел, да? Да, вот. То есть он вполне в состоянии долететь до хорошей батареи. Она тоже здесь есть, и ее тоже можно взять. То есть технически он в состоянии выполнить эту задачу. То есть мне еще нужно определить еще и робота, который будет это выполнять. Это тоже достаточно близко. Но у него заряд маленький, и есть риск того, что он просто не долетит. Хотя ему лететь вперед, опять же, совсем недалеко. Ну то есть... Но, опять же, риск есть, поэтому можно написать так, что... Как бы, найди другого робота. Ну то есть просто, если вот он находится в каких-то координатах определенных, найди другого робота. Вот этот вполне до сюда тоже может добраться. То есть у нас пока только один робот, который выполнить задачу не в состоянии. Кстати, я что, еще одного не нашел? Так-так-так, я не все показал. Удивительно, да? Ладно, еще. У меня пять же роботов должно быть. Один робот у меня находится вот здесь. Вот он. Итак, вот. Еще один робот. И он тоже находится достаточно близко к источнику питания. Так же, как и этот. Этому достаточно батареи, чтобы, ну, пролететь вот сюда. Тут прям совсем недалеко лететь. Это видно. Так, это у нас с правой стороны. Вот. То есть они все в состоянии. Вот этот единственный, кто рискует. Хотя на самом деле у него заряда хватит. Но я его не тестировал. Эти просто визуально видно, что у них заряда достаточно, более чем. Поэтому они-то точно могут. Вот у меня к этому только есть вопросы. То есть долетит он до батареи или нет. Так, как я у нас, как я проверял. Он у нас впереди. Давайте посмотрим, какая к нему ближайшая батарея вообще окажется, если он собирается их искать. Ага. Ну, возможно это, возможно это. Ну, как бы, я не скажу, что ему будет просто сюда добраться. Вот этот холм ему придется облетать поверху. Может он вообще в него упрется. Здесь, кстати, высота нормальная. Но здесь вот эти руины, как они будут обозначаться или нет? Найдет их радар или нет? Вопрос еще к этому. Потому что мне нужно все равно искать в пределах какого-то определенного радиуса вокруг руин. Но это надо потестировать. Это я отдельно сделаю, посмотрю. И вот этого робота я потещу. Потому что он единственный, который вызывает вопросы. Потому что, ну, реально может не долететь. Хотя, на самом деле, энергия у него на полет туда, ну, достаточно, на самом-то деле. То есть можно использовать вообще любого из них. По броне, по броне они все целые. Это важный момент. Потому что дальше что мы делаем? Так, где у меня человек? Следующий пункт плана, который нужно будет выполнить. Так, я все действительно теперь показал. Из-за того, что я хотел показать. Итак, задача. Взять Урановую руду. Но лететь сразу сюда не стоит. Поэтому Любой робот Они все в состоянии долететь. Вот этим я летел первый раз. Через вот это все. То есть он где-то вот здесь падает. И В целом-то он как бы выживает. То есть здесь они еще не успевают его побить. Но шанс снижается. Поэтому я бы, наверное, все-таки остановился только на одном из них. То есть все остальные будут говорить, что как бы нет, извиняй, давай не будем. Вот. Он сюда прилетает. И на бреющем полете он спускается в долину, забирает руду. Так как муравей один, он не успевает его побить настолько, что прям настолько серьезно. Далее он строит себе батарею. И все. Самая главная задача решена. У нас есть атомная энергия. Нас не интересует все остальное. То есть ее более чем достаточно будет для выполнения всей вообще миссии. И для стрельбы, скорее всего, тоже. То есть, далее. Когда у нас есть атомная ячейка. Нам нужно построить базу. Базу мы строить будем вот здесь. Вокруг ракеты. Безопасная точка. Титан у нас совершенно недалеко. То есть вот он. Здесь причем безопасно. Здесь по пути ничего особо не встречается. Забираем титан. Строим. Что нам нужно? Завод ботов. Далее радар. И лечебную станцию. На этом наша задача закончена. Летим за последней рудой. Ой, не рудой. За титаном. И строим робота. Так как у нас робот один. Ах. Несколько ставить их тоже, наверное, нельзя. Нет, я через файл не хочу это делать. Давайте все-таки прям... Просто я пропишу задачу вот под этого робота. Я даже не буду вот про этих, на этих ничего писать. Только вот под этого. Потому что иначе публичные команды... Либо нам опять через файл возиться. Подключать его. Наверное, в этом нет никакого резона. Далее мы летим за батарейкой, которую нужно будет найти. Я не знаю, какая будет ближайшая. То есть, либо к этим батареям он поедет, либо к этим. Надо будет посмотреть, куда он именно полетит. Там найти нужно будет ближе... То есть, хорошую батарею, более или менее вменяемую. На самом деле, там не слишком уж прям такую серьезную. Потому что эту батарею мы поставим самому себе. Потому что задача этого робота будет просто отъехать в сторону. А атомную батарею свою мы отдадим. Ну, точно так же, как мы делали в первой миссии на данной планете. Ну и все. Дальше у нас просто робот все это зачищает, всю эту локацию. Здесь есть одинокие муравьи. Вот здесь один ползает, кстати. Причем ползает он где-то там в яме. И вот с ним могут реально быть проблемы. Причем он не то что ползает, он нам сидит. Где-то я вот здесь вот прям находил. Где-то поближе. Он просто там сидел. Такой красавец. Я жду тебя. Нет, я... А, вот, вот здесь, вот он. Вот, смотрите, он просто... Он просто сидит. Вот, посмотрите на него. Видите, он не ползает, он сидит. Оборона у него здесь. Гнездо. Видите, он не ползает, он сидит. Я не знаю, почему с чем это связано. Опять же, надо смотреть его алгоритм. Вот с ним могут быть какие-то проблемы. А так, в целом-то нормально. Так, вот с руинами, на самом деле, да, есть риск, что я вообще ничего не найду. Потому что здесь руин так-то много, и они отвлекают. Вот если я найду вот эти руины, то тогда энергию я могу и не найти. В общем, мне нужно будет еще с этим тоже позаботиться о том, как искать. Опять же, я могу использовать всегда только эти батареи, потому что у меня здесь есть титановая руда. Я ищу титановую руду, еще ближайшие руины к ней, и, соответственно, ищу батарейку. Потому что мне одна все равно понадобится. Ну, в крайнем случае, можно одну батарейку, наверное, просто с собой забрать. Когда я лечу к атомной станции, вот сюда, я могу, в принципе, забрать здесь одну батарейку сразу же, и положить рядом с ней. Тогда мне искать ее не придется, она будет рядышком со всем. То есть я забираю ее сюда, приношу на корабль, и, в принципе, я ее там и найду. Наверное, да, это будет намного лучше, в мой взгляд. Но вы можете написать какие-то советы в комментариях. Все они читаются. Я же не миллионник. Поэтому на этом видео я закончу. Лучше сделать так, что я буду на корабле, потому что я буду в этих условиях все делать. Все, я здесь не мешаюсь. И далее мы выберем робота. Так, где ты у меня? Вот ты. Ты у меня будешь заниматься именно всей задачей. Так. Это тоже может. Технические. Ему тоже недалеко. Но я как-то на этом все потестировал. Ему ближе. Потому что ему надо холмы облетать. Я буду делать все для него. Если вам нужны координаты, то пожалуйста. Вот его координаты. И делать мы будем именно в этого робота. Я в комментариях это также пропишу. Ну, в файле в самом. Если это другой робот, то тогда лучше ищите другого. Ну, а на этом я обращаюсь. Ставьте лайки, комментируйте, и предлагайте свои варианты прохождения. Ну, и до встречи в других видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok